Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слушаю. Игнат Тихонович, а вы вот в нашу группу скинули файл, в котором Кирилл Сахаров рассказывает о том, как он болел. И там такие страдания описывает. Ну, он интересный такой человек, творческий, видно, что. Тогда меня охватило всепоглощающее желание проломить стены, снести все препятствия, чтобы вырваться на свободу. А вот когда вы в больнице лежали, то есть вы его понимаете? Его я понимаю, но никогда так не болел. У него свой опыт. И он сам делает как бы насмешку, что вы хотите взять? Мональд был с первого века. Ты ему пол с обогревом дай, там проще. Я уже дальше продолжаю мысль. У меня ничего похожего не было. И вот о чем он там жалуется, прямо видно, что человек страдает. Я лежал в углу палаты, уставившись в потолок, и почти физически ощущал, как все мое существо окутывает ужас и безысходность. Долго не хотелось приходить в больницы. Он мне очень близок, и не критиковать я не собираюсь. Но у меня даже одной минуты той не было, которая у него каждый день. Как он мучился там. И он уже не знал, как вырваться оттуда. Через забор полезти, упаду. Там щель нашел вылезти, туша не пролазит. Там такие примеры про свинью, которые кололи, как она сбежала с ножом. Так, я помню себя примерно с пяти лет, когда я болел. До этого болел я или не болел, не знаю. У матери нашей главное лекарство было, это картошка. Сварила, дальше накрывает тебя, простыл ты. А если сильно простуженным, внутряное баранье сало. В баню, когда идешь, натирают грудь, и все, мы-то еще знали. Ну, надо и надо. Это же не какой-то вирус там. Ну да. Вот я помню, меня в Барнолу привезли, пять лет мне было. У меня живот болел. А люди определили так. Это у него горлянка. Это такая небольшая змейка. Я когда спал, когда коров пас, заснул, рот разинул, она в рот заползла. И эту змею выпала. Ну, уже так как-то... Ой-ой-ой. И меня привезли сюда. Дома ее не могли, змейку-то вытащить. Надо было где-то в бане распариться. Парное молоко в щугуне. Я кто-то, чтобы спрятался, и когда она выйдет, молоко пить ее в этой щугуне, закрыть. Большой сковородой там. Ну, ладно тут, я больше ничего не помню. Но мама лечила меня. А как? Пасеку держала. И люди приходили мед покупать. Ну, за что-то бар-то как был-то, денег-то там не было. И она меня послала в погреб, накласть, допустим, трехлитровую банку меда. А ручка ложки была круглая, такая вот, как три пальца примерно моя. Толстая такая. И она как пол яйца отрезанная. Заводского изготовления. Ее не сломаешь. Она круглая, как яйцо, глубокая. Я не хочу мед есть. А мама говорит, ты ложка простая, сынок. А простая, я ее там лежу, пальцем мы ковырю и в рот. И она в день-то бывает несколько раз. И это на меня так повлияло, что никакой болезни больше не было никогда. Что значит знание и умение, и как подойти к этому? Змейку вытащили, да? А? Змейку вытащили. Ну вот, медом накормили, видимо, она там умерла. Выманили. Сдохла. Значит так, потом уже здесь в Барнауле я был. Вот тут уже, да, в городской больнице лежал. Тогда у нас здесь была, где Дунькина роща. Рядом, сейчас здесь, на молодежной где. Операцию мне делал, сегодня он профессор, доктор медицинских наук, Шойхет Яков Нахманович, еврей. У нас с ним приятно, такая дружба завязалась. Приезжал он в Потеряевку, когда нас громили, и на нашей стороне полностью был. И когда я лежал здесь в больнице, уже с другой операцией, на позвоночнике, от тяжести у меня три грыжи сразу вылезли. И там резали. Вот про ту операцию я могу уже сказать, знаю. Со стройки меня привезли. Грыжком согнутый. Ну и к операционному столу, а готовиться некогда, сразу ложись и все. А он стоит, и у него Матрёна, кажется, была ассистентом или помощницей. Я сказал, я лягу, когда помолюсь. Он говорит, ну молитесь. Я встал на колени и стал молиться. Она стоит, он мне потом рассказывает. Она мне и говорит, да, они зовут Яков Наумович. Переделывают, Нахманович. Ну сколько же можно? Тихо. А он уже руки-то помыл, вот так поднял, чтобы их, как будто со мной молиться. И вот когда делали, самый трудный момент был, когда отрезает что-то там, перевязывает. Отрывается какая-то часть, она не хочет расставаться тело-то. А в это время я беседовал. Делают операцию, и там, кажется, подошли студенты медицинского университета. И я им говорю о Боге. И я не заметил, когда эта боль пришла и когда ушла. А они, видимо, так заинтересовались. Меня в палату отвезли, и они сразу за мной туда. И я там беседовал, а там лётчик на их стороне. А ему всё сказали. Он говорит, я слышал, как вы разделали их всех. А я что разделал? Я о Христе говорил. Это мне хорошо запомнилось. Потом второй раз я попал. Говорить даже неудобно, болезнь какая у меня была. Там всё это вниз сошло от тяжести. Теперь операцию уже можно было не делать. Но тогда по-другому никак нельзя было. И операцию сделали. А мне не съесть, не оправиться. Более болезни, кажется, я не чувствовал нигде. А им какая разница сделали. И сказали даже некоторые. В дальнейшем у вас будет предрасположенность по этой операции к раковой болезни. Ну, пока, по милости Божией, в 60-м, в 60-м или годах. Я сейчас увижу тут где. А потом уже в кровавой больнице, когда я лежал. Вот тут мне два там Довженко, кажется. Дмитрий его звать, Андреевич. И с каким-то делали операцию. Он так, мы с ним сошлись. Теперь он профессор. И приехал в Потеряевку с женой. Я пригласил. Я говорю, мне так хотелось снять операцию. Делали-то всё. Так а почему не сказали, мы бы сняли? Я говорю, можно было. А тогда видео эти, кассеты такие, крутились. Ну, не в этом дело. Дело в том, что меня это заинтересовало. Операция была непростая. Как раз вот позвоночник они мне и резали. И они, конечно, уверенности у них никакой не было, что благополучно. Сразу бороду сбрить. А когда начинают они вводить человеку, чтобы больно, анестезию-то какую. Трубка такая, как вот у стиральной машины. А потом, ладно, да ладно, и с бородой. И не отсунули, дальше ничего не помню. И когда я стал в себя приходить, а уже я в палате лежу в реанимации. В это время вижу, губернатор стоит рядом. Вот. Был губернатор такой у нас, Александр Александрович, коммунист. Вы знаете, кто это был? Знаете? Губернатор. А? Баварин? Нет, не Баварин. Это мэр города Баварин. Мэр города. Нет. Ладно. И какие-то люди. Оказалось, немецкая делегация. Они пришли, и как раз к этому моменту, как эти двое пришли, мне за ногу щипят, чувствую я или нет. У них уверенности нет, что они не парализовали. А после этой операции на карачках стоят там неделями. Нельзя садиться, только стоя и лежа. А я уже на третий день попросился в спортзал. И вот во сне, там, когда я был под наркозом, вот, Суриков-то-то потом губернатор появится здесь. Не ко мне он пришел, а так получилось. Вот. Я вижу солнечный день. И вот где у нас играют ребятишки настольный теннис, сидят дети. И какие-то светлые-светлые такие молодые люди, назову я их юноши, они к каждому подходят детям и что-то дают. А я рядом смотрю, ну, откуда? Таких я не видал никогда людей. Аня с детьми, ну, как хочешь, так и понимай. Виктор Андреевич тоже пришел сразу ко мне и попробовали, посмотрели. Удачно. Даже обо мне они доклад там делали где-то в Санкт-Петербурге. Насколько удачная была операция. Я так слышал от них. Дело в том, что для меня никогда не было тягости, что я нахожусь в общей палате. Для меня не было тягости, что там стучат, гремят врачи. И я этого не вижу. Вот это разница моя с другими людьми, которых это тяготило, что они туда попадали. Вот у меня книга «К истинному православию». Я 40 лет собирал материал. В это время две большие статьи я написал там, после операции. Сидел, подушку под спину подложил, и лицом наружной стене, а там за деревьями фонари какие-то, маленько от свет падал. Я писал большие листы, не видел ни ручку, ни листа, только так ощупываю где. И большие статьи эти написал там, ночью, когда никто не видел. А теперь дома-то я все разобрал, там строчка на строчку наплывала. Теперь, когда я стал уже ходить, я в столовой открыто молюсь. Люди, каждый день беседы с врачами, с медсестрами. Для меня там это было поприще, как в тюрьме. Вот воспоминания людей, которые в тюрьме были, в больнице у них схожие. У меня все было по-другому. Поэтому я могу поделиться опытом, который я имею. Такой опыт, чтобы мне было довольны. Я, наоборот, настолько доволен, что врачам говорил, как можно с преступниками так обращаться. Там столько ласки, внимания. И здесь точно так же. Вот после операции принесли, я говорю, а что у вас, доманная каша? Я говорю, у нас пост идет. Ну и что? Так нельзя. Да вообще отдельно готовить быть, а я не просил. Пять дней осталось, я и так пролежу. Они сразу же сообщили врачам, что ему можно. Ну, сказали, манная каша на воде, пожалуйста. Можно на растительном масле. Точно так же и в кровавой больнице. Там мне и соки какие-то приносили. И так же, когда я летел из Финляндии в Америку, точно так же. Я им сказал, нельзя. Они подошли, четыре раза ко мне подходили. Какие-то грецкие орехи, там кедровые. Это клубника мороженая. Вот понимаешь, как Господь все это делает. Я тягости, нахождения там нисколько не чувствовал. И я когда уходил, у меня это мое поприще здесь. Я приду маленько пораньше, чтобы у меня посередине можно было. Поел и дальше я вам не помешаю. Нет, я буду говорить о Боге. Вот как именно правильно болеть. Вот я сейчас открою здесь. У меня даже есть здесь. Написано два стихотворения. В стихотворной форме. Ну, сказать, как это. Я стихотворения не их называю, Я называю проповедью в стихах. Это когда я был в городской больнице. В больнице. Спиралью пытаешься выйти из боли. О, тяжкая доля страдания. Распахана скальпелем. Плоть моя поле. Прямым попаданием в здание. Волна забытья и ожог возвращения Бинтует двойное сознание терпением. Я и здесь, и там. Как тяжко движение руки отдается Пронзающим с криком из тела. Расторгнуты члены, рассыпались кости И связи у чресла слабели. Когда вот такое внезапно случится, Мы снова по-новому можем учиться. Как плотно, как дружно, без боли, Жилося всем клеточкам тела и жилкам во мне. Болезненной болью разрозненно просят Сращения в страшном сгорая огне. Огонь разделения швом неминущим Порезом кровавому к единству приучит. Единство то, что расторгнуто было. Так и мы должны все быть. А ночь бесконечной крики исходит, Туманит рассудок, срываясь на стон. Душа, истомленная, жаждет свободы, Забыться, уйти, высцеляющий сон. А что за страдание застынет в лице, В исходе души и при общем конце? Видишь, у меня как сразу туда поворачивается. Усопшие, мнится, уже отстрадали. Но, вспомнив о вечной душе, Представив бездонность неведомой дали И муки начала уже. Какая ужасная участь все помнить, Хотеньем мучаясь, то есть вернуться, Быть по-другому. А ничего этого нету. Припомнивши муки Христа и святых На колях насаженных с камнем в пучине, Я в собственной боли умолк и затих. О, только бы в вечности мне не погибнуть. И верой страдание свое загипсую, Да будет оно ко спасению не всуя. И где написано? Январь-февраль, 85-й год. Барнаул, больница, городская больница. На койке написалось это. Вот одно. Я его закрываю, чтобы мне она не мешалась. Вот. И сразу открою другое. Другая болезнь была. Господи, прости меня, грешного. Это тебе я не раз и едва говорил. Грехами от детства богато обвешаны. Себя презирал. Белый свет мне казался немил. И в каждой строчке священное описание, Откуда взята мысль. Корю, упрекаю себя постоянно, Копаю дотошные в прошлом и в нынешнем. Рубцы затянулись, но шрамы, Греховные раны, Для опыта жизни казались не лишними. Какому бы члену на теле рукой прикоснуться, Чтоб он не стонал и не вылся, дрогаясь? Исходы болят, И свербит мое утлое устье. Господь, пощади за прошедшее, Искренне каюсь. Это как? И устье. Устье и, как тут написано, Исходы. Снаружи на коже, на каждой морщинке печать, И роспись на пятнах, Растыпанных оптом. Умею безмолвно болеть, Обличай. Сознаюсь, опускаться по шурфу Уже неохота. Шурф это в шахту, когда Опускаться туда. Скользил скалолазом, Нередко по штольням. Капало сверху, Мочило с боковую макушку. А сколько прелюдий, О, сколько их, сколько! Где только потрогал, На вкус не покушав. То есть, что в жизни было. Прости, милосердный, Не скучна ли повесть моя? Если кому-то от этого польза. Мне хором кричат, Интернет, что весьма. И глажусь, смеясь, И смотрю на мозоли. Уткнусь ли на отдых, Смешая ресницы, На солнце портянки Развесив свои паруса. Другим не советую Видеть, что снится, Дабы не вначале Не попасть по индюшью в просаг. Господь, уповая на милость Ну, 30 сентября 2003 года. Это все на больничной койке писалось. Господь как-то все это усматривал. Начинаю перед операционным столом, Представьте, такой знатный человек стоит, И уговаривает, Кто она, помощница, Я не знаю, как ее назвать. Ну, мне потом все это рассказывают. А уже сколько дней, Там ни одного дня не было, Чтобы не было благовестия. Дело в том, что в это время шли занятия, Зимой лежал я В Алтайском государственном техническом университете. А люди пришли, А за каптором стоит другой, Кажется, Игорь Тертиков. Сразу поступила записка, А где я? Сказали, в больнице. А на следующий будет он? Тогда если его нет, Мы не придем. И я говорю, это плохо. Я их привязал к себе, А не к Христу. Ну, люди новые были. И поэтому Виктор Андреевич Приходил раньше, И пока еще гардероб не закрыт, И мою одежду брал, Меня сажали, одевали, Везли. Я занятия проводил, Меня обратно на больничную кочку Возили. И так, пока я там был, За мной все время так было, Виктор Андреевич одежду забирал, А потом отдавали. Вот. Теперь там какие уколы, Как делали больно, Людям где-то. Я почему-то к этому, Раз я уже попал туда, Совершенно безразлично мне. Я не вижу, как бы, и не знаю. Да больно, да откнули. Но рядом люди лежат. И им показать, что тебе больно, Я вспоминаю, Как приехали врачи в Афганистан. И там заходят. А я, говорит, с одним сижу, У него ранение где-то на плече, Гноится там уже, Зловоние идет такое. Он зашел и сразу вышел. Я говорю, а почему? Так женщина же там. Да как, ну а врач? Эй, нет. Она может увидеть, как я морщусь. Как же я могу показать это? А врач будет? Ну, после обеда будет мужчина, Я подожду. Вот какой менталитет у людей. Когда русских там вели шуравей на расстрел, Ну, мальчишка там, он плачет. Ай, нехороший человек. К Аллаху идешь. Разве можно плакать? Надо радоваться. Смерть с улыбкой встречать. Ну, мы не знаем, как с нами будет. Ну, в болезнях своих. Ну, вот мне Господь сколько позволил болеть. Дома я был при матери. Лещение такое было. Котел, картошку, воду, когда сольют, накроют чем-то там, пропарились, и на печку. Может, даже Мария, это было Мария Марина, не знаю, но главное, вот это вот. Как это так? Канзю называется? Канзю или как называется? Да, это японский культ канзю, не стонать. Я у детей прививал это всегда. Она вот идет, там просит. А тут не играю, а щебень, там такой острый. Она босиком идет. Проходит мимо, канзю вырабатывая. Я детям самим показывал. Я тоже разувший, иду по камням. Особенно после дождя, когда коровы, овцы пройдут, и засохнет, все, как по ширьем идешь. А мы, наоборот, ходили. Называется так, кунтурное лечение, через подошву. Там и глаза, и легкие, и все. Где? На карте показано. А как узнать, где? Тебе не надо, ты ходи, он найдет себя. Я ходила. Я просчитал, когда у отца Кирилла, я могу сказать, что если бы мне пришлось с ним быть там, конечно, у него и в мыслях это не было, как он томился, и там питание, там, ну, что-то такое все. И там положить некуда, и там, и курят где-то. Курить я уже не позволял. Там нельзя в палате. Я строго держал, и слушались. А один лежал, и стонет, стонет. Я говорю, что ты стонешь? Так у меня и дядя такой уже был, стонал. Ну, это не ответ. Но я попросил, чтобы не сильно стонал. Это мешает людям отдыхать. Я вставал рано, утреннее правило. Что? Звук. А? Давайте звук отключим. Ну, давай. Вот тут, вот тут, вот тут. Вот этот. А вот этот вот. Ну, чтобы там не пикало. Ну, да. По милости Божьей, приходилось мне болеть, но то, что у меня было, я даже болезни не считаю. Это механическое повреждение, как с глазом. Болезнь, это когда у человека что-то там внутри, от него независящее. А у меня, ну, вот у меня рука вывихнутая была. Какая это болезнь-то? А я не рассчитал, он меня вокруг отбежал, этот, и рванул, а у меня в руке... Я понял теперь, это меня этот верный. А он до того бодрый, шустрый. Видел, как он скакал, Сергей ловил, его удержал, раскормил, никогда таким не было. Вот поэтому Сергей Козлов говорил, там такое выражение у него было хорошее. Уметь болеть, это двойное счастье, чтобы знать, Бога прославлять. Поэтому я ежедневно прославляю Бога за болезни и здоровье. За здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Вирусы вас боятся. Вирусы вас боятся. Я не знаю, я когда людям говорю, ну, вот у вас вот особый такой, то другое. А сегодня выступил главный врач, эпидемиолог в Москве, и говорит, особенно вредной перчатке пользы никакой нет, детей не отпускают. Где дети, много их там колготится, вирус вздыхает, сгорает. Все это сделано во вред, говорит, это политика, экономические какие-то интересы у людей, они это делают с нами. Притом человек именно эпидемиолог. Все эпидемии знают. И говорят, там, от такой-то столько-то, свиного гриппа 37% там летальный исход. Здесь 0,2%. И поэтому к нему все приписывают. Я про это и говорил. У меня тут у нас даже в общей, когда говорю, ой, да как, ну, теперь все уже открыто. И притом один заходит и говорит, ну, вот я зашел в туалет, я же чувствую, а маска надета, значит, проникает. Я, говорит, чеснок режу, и сразу чувствую, так эта-то величина такая, а вирус, который в сто и в тысячу раз меньше. А когда надевают? Когда везут больного, чтобы он там харкает, а что-то от него не было. Только и всего. Это все умышленно делает для заражения. А сейчас, говорят, где-то большие штрафы и до года вроде... Германия, Германия. Я не знаю. Это, даже не знаю, что сказать на это. Будет только то, что Бог допустит. Не бояться, не надо ничего. Живи, как жил. Я даже подумал, мне бы, если куда-то надо было бы сейчас... Говорят, Сергей, ты поехал, трамвай-то не пускают? Да. Я бы поехал с собакой. Ну, так думаю. Ну, специально идти неохота, драконить. Проеду. Заходить в банк, пенсию получать. А там написано все это. Прямо написано. В перчатках и в наморднике. Как маска. Масочный этот режим. Я подошел, так вам же там написано. Я говорю, что? Ну, так наденьте. Зачем? Вы мне пенсию дайте. Она поглядела, там вот удала, которую я в руках смял, бросил. И все. И получил, и пошел. Собакой нельзя доказал. Может, теперь даже не глядя. А на морде, на коротком поводке собак как агрессивными относят. А немка, немецкая порода. Так, в любом месте, просто так сдавать свои позиции, чтобы они издевались, не следует. Надо где-то, как-то, что-то. Тем более, допустим, мы идем, но не один, а человек 10-15. И что он будет делать? Уперлись друг за другу, ухватились. Не бить, ничего не надо. Ну, и стоит трамвай, пусть стоит. А не натравлют друг на друга. Сядьте на место. И тоже начал бы говорить людям. А с собакой-то они, может, даже бояться подходить. И думаю, меня бы не запустили. Я бы залез, залез как здесь и на обсуде. Деньги давать она мне обработала. Теперь в другой кабинет там. Я туда иду, а та даже не смотрит. Собака рядом. У дверей, которая стоит, один раз сунулась на меня. Я говорю, 137-я статья. Какой кодекс? И все. Директор одну дал бумажку. Больше не подходит. Вот в круге первом, Солженицына, там Евгений Миронов играет, самого как бы, про это говорит. Книгу там не отдавал, тюремшик ему. Такую-такую статью вы отдадите мне. Надо же, такую фигуру. Видно, что он такой артист. Ну вот, что я могу сказать о болезни. Потому что болезнь сама по себе, независимо ни от кого, не бывает. Она обязательно по пущению Божьим. Вот сегодня, то есть, Наталья Усатая мне написала, чтобы я проповедь сказал, на Иисуса, на Вины, 24-я глава, увязать с Новым Заветом. Я уже подготовил, все в кармане лежит. Еще раз пересчитал, третий раз пересчитал. Конечно, долговато придется, ну, не меньше полчаса проповедь мой, может быть, что там Бог обещал, все отнял, и только то, что вам нужно. Вот это, нужно вам плен, пойдете в плен. Голод, я вам голод устрою. А когда слушались, никакой болезни, ничего не было. А египетские казни когда пришли? Когда люди не слушались, они одна за другой, 10 казней. Они были в руке у Моисея, но им туда дал Бог. Так что, когда разговариваешь, прям побирают от страха. Об этом Лукашенко говорит, этот коронавирусный психоз, по-другому не называют. Это не надо. Они говорят, им надо, пусть делают. Сейчас показывают в Швеции. Вообще ни одной маски нету. Швеция. Вот и все. Солженицын их поминает, когда в Полтавской битве впервые Карп потерпел поражение, больше они во всемирной свалке не участвовали, лучше всех теперь зажили, и все. А у нас война за войной, война за войной. А у них нет, они вообще нигде не участвуют. Живут люди в северной стране, не совсем благоприятный климат. Ну, там есть плохие дела, эти гей-парады и прочее, но не в этом дело. Вот что я могу сказать. Все у меня. Если дальше будет, что я могу сказать, не знаю. А если заболеете, пойдете, смотря что заболело. Смотря что. Сейчас скажут, а это вирусы, и даже не тронусь. Я уже наказал, чтобы даже не подходили ко мне. Умереть, значит, умереть. Что мне? В 82-й год идет, что спрашивать? Желает там больше. Тут на одного напали, ему 106 лет. 106 лет – это раньше, как 950 лет. Примерно так же. Ну, вот все у меня. Я могу курсы провести, как правильно болеть, надеяться на Бога. И поэтому я болезни это не считал. Когда аппендицит у меня вырезали, это тоже не болезнь. Это единственный орган, который зависит от моего рта. Туда ненужные частицы попадают, и даже болезнь это нельзя назвать. Засорение. Как вот соринка попала в глаз. Соринка там попала в аппендикс. А так, дай Бог, и дальше так будет. Радуйтесь, и за все благодарите. Да, я за все благодарю. Я и не думал, что я буду жить так долго, и у меня болезни нет. Я раздражаю людей, чем вот он болеет. Я всегда говорю, а почему я не болею? А как не болею? Никак. Ну, допустим, хрустят колени, то другое, смазки нету, не хватает. Но это естественно. На машине долго ты будешь ездить, там у тебя вот так будет греметь. Ничего не болит. Наша мама говорит, вот сердце говорят, сынок, а в какой стороне она находится, в груди? Не знала, где сердце находится. 12 детей родила. Работала, я не знаю поскольку, но не меньше, чем 16-18 часов в сутки физической работы. 12 коров подает три раза в день. Да, конечно. Вот мой маленький опыт по тому, как болеть. Специально лежать, чтобы не вставать, такого я не помню. Было у меня однажды такое, из-за плеча. Оно воспалилось. Я только на кровати мог сидеть, вот так кащаться. А почему воспалилось? Вывернуто было. Раз. А потом я, когда ходил, какие организации, с собой брал большой рюкзак Библии, Новые Заветы. И нес, и разжарил, и я снял, и на костюм надел, а пальто как бы в руках. И оно мне как-то взялось на работе, едва до дома добрался. И потом меня, прям все у меня отнялось, совершенно. Я уже не ложился. Я одна то есть сестра, у нас была Валентина Павловна, ее дочка Наташа. И она меня дома лечила, она врач крови больницы, акунпурным лечим, а разные-разные там эти, везде узнавала, где, как. И она там что-то делала, какие-то иголки втыкала, даже мне это было. Ну, я уже молчал тут все. И она буквально с той стороны жизни меня перекинула в эту сторону. Ну, что, молоко кипяченое, молоко кипяченое, с чем-то оно было, то ли сало топленое, или что-то, неприятное такое. И она у меня раза три или четыре там разное там что-то делала. И все опять прошло, и даже следа нету. Ну, вот это сейчас свербит, вот самый, косточка задеть не дает. Все, дорогая моя. Да, конечно, опыт у вас. Ну, опыт какой только. Я везде остаюсь тем же самым. Мне говорят, о вас КГБ не вербовало. Я отвечаю, им на ум не приходило. Первый допрос, и я их вербую. Не они меня. Я им рассказываю о Боге. Они никогда не говорили. У всех кличка какая-то. Я знаю, у патриарха Кирилла Михайлов, до этого был патриарх Раисеи второй, Дроздов, КГБ-вские клички. Я здесь сделал запрос, пись на виде «Когда я был в вашей разработке? Какие у меня клички были?» Ну, не клички называются, там они как-то по-другому. Агентурные, да? Агентурные какие-то? Да, может, что-то такое. Агентурная разработка была где-то. А мне пришел ответ, у вас не было ничего, Игнатих. Значит, мы просто шли под своей фамилией. Ну, вот. Потом я в этом году, кажется, я весной подавал им заявление, что меня на детекторе лжи проверили. Статья заведомо ложное измышление. Это было, и я верил в это. Сейчас мы заканчиваем. А ваш прибор должен показать, что я не лгал. Я верил, что было раскулащивание, были репрессии. Меня брали-то за это, архипелаг, гулаг. Я в это верил. Даша про Ленина говорила, легко докажу, что это бандит. Как говорил Дмитрий Смирнов, его только сжечь где-то во вселенной распылить, чтобы на земле даже пепла его не было. Злодей на тысячелетия. По сравнению с Гитлером даже сравнивать не надо. Мальчишка. А этот-то что натворил-то? С какую страну под откос спустили? Кого расстреляли? Только своих в живем 66 миллионов лишились. А вся мировая Вторая мировая война 70. В одной стране никто не трогал. Ну, мне нет, говорят, бесплатно у нас не делают. Ответ пришел в писаном виде. Все. Спаси Христосу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok